не нужно в комментариях писать это ты так думаешь да я говорю в роликах только то что я думаю и где-то знаю и что-то проверил своими как говорится граблями здравствуйте дорогие друзья вот и снег на дворе скоро выпадет а что делать оборвать ли розам листья и вообще на остальных деревьев он посмотрите у меня лыча гибридная слива русская вот такой прекрасный деревце еще стоит все полностью покрытые лиством но кстати я ее не обрабатывал помните я в одном из роликов показывал как я обрабатываю деревья мочевины 700 грамм на 10 литров кстати дорогие друзья вот эти вот опавшие листья уже не будут представлять никакой угрозы практически и скажешь это не вспышка каких-то в непонятных бактериальных там ожогов всевозможных а вот если это просто обычная парша то обработанная таким способом листва уже не будет представлять никакой угрозы ее можно даже не собирать не убирать в компост оставить спокойно зимовать под деревом и весной вы там ничего уже не обнаружите пропитанная мочевиной в такой концентрации листва перепреет значительно быстрее чем просто обычные листва которые опадают у вас дерево и сейчас я вам покажу что с ними стало с теми деревьями которые я обработал а некоторые я обработал некоторые не обработал розы я не обрабатывал но посмотрите вот на пороге у нас ноябрь месяц насладиться вот этой красотой мне кажется самое самое время а самый главный вопрос что будет деревьями и кустарниками которые уйдут в зиму нас листовым аппаратом еще одна луча гибридная слива русская и листики у нее вообще не хотят еще отваливаться и что делать в этом случае что мы сделали неправильно чем это нам грозит и для тех кто впервые на моем канале меня зовут николай качалин канал называется от огород цветник я нахожусь московском регионе и посмотрим вот на эти листики вот некоторые деревья вот так вот легко сбрасывают листья когда мы прикладываете какие-то физические усилия но стоит ли это делать поможет ли это дерево или это бесполезное занятие как вы думаете на мой взгляд я еще по молодости так сказать ну относительно по молодости занимался тем что у меня было два-три дерева я вот так ходи вот этот листики вот эти вот так вот сдергивал они прекрасно опадают и после этого я их собирал помогал как деревьям сбросить этот листовой аппарат но следует помнить то что в листовом аппарате накопленная масса питательных веществ которые сейчас дерево будет из них высасывать и когда вот вы видите что они начинают хереть так сказать и начинает желтеть то это вот все вот полезные вещества уходят в ствол дерево веточки вот эти вот и помогают приготовить дерево вот этот вот так сказать антифриз который не даст им зимой просто замерзнуть она не высыхает дерево на зиму она наполнена жидкостью но жидкость она не замерзающая и поэтому срывать листья на зиму я считаю что просто будет кощунственно когда дерево ну если не брать мороза вот резкий который в августе может снег выпасть да но это и в этом случае конечно же не нужно дерево само справится они умные они намного дольше нас живут на земле людей я имею ввиду всех вместе взятых как вида и поэтому помогать им в таком случае в таком виде это обрывая листики мне кажется это только навредит потому что может образовываться вот здесь вот маленькие вот эти вот микро рамки через которые может еще и попасть и инфекция кроме всего прочего но на самом деле не нужно прямо вот так вот относиться к своему саду нет нужно любить обязательно любить вот относиться как вот к маленькому ребенку некоторые бегают знаете да что некоторые дети там испачкал ручку там помыть там обработать чем-то а некоторые дети вырастают нормальными здоровыми потому что у них всегда был нормальный биологический вот этот фон который и дал иммунитету с человека также и дерево иммунитет он должен выработаться но вы должны создать для него условия у дерева должно быть достаточно питания достаточно воды поливая место выбрано правильно многие из нас сейчас я в том числе сажает не районированной культуры в свой сад и огород и поэтому возникает вот такие вот некие как это называется это непонятки у самих деревьев потому что они не привыкли к этому например вот есть листопадные деревья но все с листьями они практически все листопадные в нашей полосе я имею ввиду то есть их цикл жизни устроен так что у них есть период вегетации когда нарастает вегетативная масса листовой аппарат и есть режим сна это зима когда листья опадают это та же самая яблонь если вы посадите в теплых условиях когда она не будет листопадным то у нее не будет нормального цикла и соответственно она не даст ни плодов и вообще зачахнет потому что тысячелетиями возможно тысячелетиями возможно кто-то уже такую посадил к нам на землю вот этот растение так привыкла жить и оно должно так жить у него должен быть период и вегетации и период покоя вот моя игрушка которую я обработал мочевиной они практически все сбросили полностью листовой аппарат но видите мне не с чем сравнить насколько это повлияло либо не повлияло и как я выше сказал видите листики уже все отдали все тут уже нет ничего полезного и дерево просто-напросто сбрасывает их уже за ненадобность в моем саду растут множество деревьев всевозможных яблони груши черешни вишни абрикосы частично они плодоносят частично неудачно умирает погибает и кстати скоро будет у меня на канале эксперимент но он будет длинный поэтому это будет не в этом году по заглубление корневой шейки на привитых наклоновые подвои деревьях надо где-то раздобыть пару таких деревьев и их заглубить и посмотреть через сколько они сдохнут лично я уверен что они сдохнут однозначно потому что никакого смысла в том что вы прививаете дерево и потом его заглубляете просто нет во первых вы заглубляете его он может дать корневую поросль от привоя то есть той части которую мы сохраняем как бы плодовую древесину она может укорениться и соответственно весь вот этот эффект прививки он сводится на нет прививаем мы для чего для зимостойкости для высоко уменьшения высокорослости потому что семечковые подвои они самые мощные деревья вырастают большими но сейчас как бы такой наш век как сказать купи-продай многие питомники просто выращивают так чтобы это было быстро и максимально быстро и все а насчет качество долголетие этого дерева уже нет никаких поползновений я например сторонник теории дмитрий звонки по поводу выращивания сада огорода но он правда по деревьям больше специалист по всем остальным да не плодовом но с другой стороны мне его теория нравится и применяю на практике и у меня я считаю что очень даже не плохие результаты но это лично на мой взгляд но я все еще раз говорю вам вы свое место примеряйте к другим нет одинаковых условий нет одинаковых саженцев где вы его купили неизвестно как он привитый нам на что он привитый тоже неизвестно такой информации в большинстве вот этих вот точек где продают растение просто нет поэтому дорогие друзья любите свой сад и он вам принесет массу положительной энергии когда он цветет это самое время когда подойти к ним и понюхать просто и получить от них положительную энергию дорогие друзья и как всегда в завершении ролика хочу пожелать вам здоровья все остальное приложится из вас лайк вы же досмотрели видео до конца до свидания до новых встреч